ребята всем привет вот решил вам снять следующее видео о своих приблудах так скажем которые я использую на охоте на норной охоте это конечно не всегда бывает земляные норы но и конечно же трубы плиты какие-то сооружения так что приходится возить не только лопату но и еще дополнительный шансовый инструмент так сейчас я по порядку вам расскажу каким инструментом я пользуюсь какие вещи с собой беру я думаю это будет вам полезно почему потому что я уже каждый из этих инструментов использовал я понимаю как и к чему он предназначен в каких ситуациях каких случаях я думаю вам будет интересно в первую очередь узнать про сетку просили снять отдельный ролик на сетке значит сетка самоплетенная из капроновой нитки вокруг идет обыкновенная бельевая веревка по углам грузы для чего грузы предназначены для того чтобы сетка ложилась сразу же плотненько будь там веточки какие-то будь то оно все придавливает и хорошо ложится вот вокруг еще по веревке получается продета леска леска и на уголочек выведена вот таким вот образом то есть это для самозатяжки вот такое колечко арматурку я забыл взять но ничего просто берем обыкновенную арматуру я так выгнул ее буквой г воткнул в землю все это уже будет конкретно и плотно то есть зверь никуда не вырвется она затягивается той сетка уходит леска колечко на месте за шмаргнула все ячейка специально такого размера чтобы пролазила голова лисы и за плечи она цепляется то есть как рыба сейчас мы померяем значит у нас сама сеточка два метра на полтора два на полтора ячейка у нас идет но если натяжка так 80 так сетка крепкая она уже испытана как вы видели несколько раз вот единственный момент вот этот вот порвал это я за трубу зацепился и все и вот такой вот получилось но это все золотается так два на полтора ячейка восьмидесятка грузы по краям по углам лесочку протягиваем вставляем сюда колышек клинушек лучше всего арматура палочку если поцепить воткнете то есть палка это не годится во первых поломается во вторых и надо заточить земля мерзла и вы не воткнете палка не годится вот такая вот сеточка может быть даже разыграемые самый активный подписчик получит ее в подарок по моему образцу сделать и себе так переходим дальше а вот обыкновенная сетка рыбацкая вообще ни в коем случае не ставьте не для подстраховки не для вообще она просто это тряпка я ее ставил несколько слоев лица моментальная прошила в разорвала и пошла без остановки то есть это такое вообще не 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 годится это на выкинштейн так два мешка обыкновенные мешки лучше всего зверь никогда там не будет не грызть то есть переноски в машинах занимает место да как бы удобно с одной стороны ну наверное скажу так неудобно то есть мешок можно спокойно тоже посадить хоть даже и сеткой как это делал дома распутал и все ну либо на месте распутывал тоже посадил в мешок в мешке она сидит спокойненько без никаких там дерганий смыка ничего не грызет все отлично место не занимает просто класса переноски если допустим двоих надо отловить троих ну куда три переноски плюс собаки не годится дальше удавка удавка ну удавка конечно редко когда помогает и в принципе так не особо и пользуюсь не особо пользуюсь дано в принципе не нужно обязательно рогатка рога . обязательно лопатка побольше для начала потом когда углубляемся поменьше шурф может быть конкретные двух метров и до 4 это если допустим барсук конечно с такой лопаты уже сложно туда подлезть вот вот такие вот вещи очень хорошо помогают в трубах труба заелила допустим грязь набивается пол трубы забита грязью вот как пример в видео мы собака не могла пролезть не могла и так и сяки так и сяк спустился верх ногами туда лопаткой поддел то есть лопатка пролазит хорошо в трубу идет поливная труба через каждые 100 метров или 50 метров из трубы торчали из трубы торчали такие как форсунки их тракторами повырвала и и образовалась дырка вот туда через эти дырки лисы лазят то есть глубина полтора метра труба туда надо конечно вверх ногами залазить и так чтоб через эту дырку лопатка залезла надо только такой вот черпачок хороший когда уже приходится подрывать когда остается там буквально несколько там сантиметров до собаки там или до зверя по чуть-чуть по чуть-чуть подчищаешь класс конечно и в трубе хорошо залез но когда там плотно сильно то есть сверху не он не не по шлябаешь не со шлябаешь а вот именно вот этой лопаткой снизу только раз ковырнул и все и плохо такая отстала от трубы дальше вот это вот лопатка складная очень хорошо тоже сегом глубоко где-то допустим шурф какой-то небольшой всего лишь штык где-то почистить раз раз и отлично ну вот переходим тяжелой артиллерии кувалда вы видели мой ролик когда у меня собаки задавили лису в мосту бетонный там был раствор благо такое место где можно было хорошо добраться а с собой не было такого инструмента лопатой долбил долбил этот кусок раствора но ничего не получилось но в общем по добрался вот была кувалда . хлоп все добрался нормально плюс вот такие вот зубила уперся бахнул где-то в плите в какой-то ли мало ли в развалинах кирпичах но здесь еще рюкзаки у меня дополнительные поводки если собаку пускать там на привязывая за пояс вот такой есть пожарный топор у меня вот такой пожарный топор типа кирки тоже такой неплохой крепкий главное чтоб крепкий вот но есть там у меня тоже всякие дополнительные зубила запасные топоры да кстати топоры обязательно должны быть между одни держаки остались от топоров топорище дальше вот такая вот арматурина для чего она на хорошо гнется она гибкая вот крючок на конце было такое когда собака пытается из трубе из трубы выбить лису но лиса уходит задом от собаки то есть собака и и морда к морде проталкует 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 ну что она обороняется от собаки и бывает собака взяла задавила лису то есть она все перекрыла выход себе задки сдать она не может труба не короткая тянуть не будет и жмакает вот этот ну благо уже осталось расстояние там метра метр-полтора где-то так опять таки вертикальная глубина в отверстие в трубе туда не веточкой не палочкой не подлезешь это надо все гнуть это все ломается не зацепишь за зверя рукой не достать туда вверх ногами когда спускайся в этот шурф полтора метровый вот такая проволока она гнется то есть берем выравниваем хопа и погнали ее как канализацию чистить тук 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 раз согнули 1 1 1 1 управляем 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 зацепили зверя я специально не затачивал не дай бог собаку зацепить там уже будешь понимать и чувствовать собака там или зверь собака в принципе не дастся чтобы зацепили зацепил и пошел потихоньку подсмыкивать раз 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 вот таким способом я и доставал вот ну есть у меня еще пики на барсука там немножко другие приблуды тоже в следующем видео конкретно уже на барсука в принципе это можно использовать лопата так ребята ну и конечно же чем я все снимаю чем я пользуюсь еще каким оборудованием вот такое вот у меня такой чемоданчик сейчас я вам покажу что в нем значит незаменимая вещь штука я тоже наверное отдельно ролик сниму по обзору как пользоваться им террер finder long обязательно long есть м3 он немножко другой другая глубина у него радиус поиска это датчик и на том датчике он в два раза меньше маленькая таблетка то предназначен прибор для охоты на кроликов с хорьками фредки хорьки как там англичане охотятся на мелкие глубины здесь глубина основного поиска 12 метров и локация это второй режим 6 метров то есть берем включаем включается так на магнитике все вот выключенном режиме включаем кнопочку подводим магнитик магнитику все включился так вот у нас включен вот у нас включен основной режим я ориентируюсь по сигналу отдаляемся сигнал другой становится более низкий приближаемся более высокий переключаем на локацию это уже более точный вот нам показывают глубину вот метровая глубина полтора это у нас крутилка режим тона то есть мы можем заглушить вообще звук можем настроить себе тон это кому удобно просто работать допустим лампочками раз и все мне удобно по сигналу на все накрутил вот и все никаких тут сложных проблем нет вопросов нет таких чтоб там каждый разберется выключили таких ребята уже наверное не найти если найти только бы уж на это сложно с производства их уже сняли немного задают вопросов не стали не осталось ли у меня запасного были ребята и запасные все распродал каждому надо каждый просил единственный остался у меня и все вообще в продаже нигде нет не бы уж на их не новых так что такое принципе в песке грязи собаки лисы вот покусали поцарапанное но ничего страшного там некоторые рассказывают хлипкий слабые ребята так как я хочу поверьте мне он уже испытал и он очень надежный а так как вы там ходите раз в год и рассказывайте мне то что слабенький я думаю лучше прибора нету четкость изумительная до 5 сантиметров определяю собаку просто что еще нужно эти все лавины и это все не для меня дальше пауэрбанк запасной пауэрбанк запасной сейчас у меня еще сзади пауэрбанк на голове имею ввиду на затылке на камере еще одна камера ну это конечно батина моя gopro hero 3 обыкновенная камера но она хорошо снимает рекомендую недорогая то же самое дополнительно hero 3 или hero 3 плюс без разницы переплачивать не хочу штативчик такой маленький дополнительные батарейки аккумулятор чеки батарейки крона на прибор запасная такая штука для штатива длинный штатив еще там дома лежит кабеля все это все такое для съемок так что ребятки такие вот вещи вам зашли мои ролики я так понял мне очень нравится то что вы смотрите я стараюсь снимать интересное особенно видео зашло вам набрало большее количество просмотров за три дня 150 тысяч это три лисы из трубы да в принципе и видео лиса в сетке тоже нормально людям нравится ребята говорите что хотите буду снимать что вас интересует буду рассказывать опыт так скажем есть немалый я в норной охоте 19 лет кто-то мне рассказывают какие-то там грамотеи я там 70-х годов собачник норник там или еще тому подобное я все знаю но результата я не вижу все друзья лайки ставьте на канал подписывайтесь будет много интересного пишите комментарии всем спасибо спасибо что смотрите комментируйте все всем пока спасибо